В Мариел завершилась первая неделя дистанционного обучения в школах. Региональные министерства образования резюнировали и систематизировали опыт такой учебы. Напомню, 6 апреля в школах региона началась четвертая четверть, однако из-за угрозы распространения коронавируса образовательный процесс перевели в удаленный формат. По информации Министерства образования и науки, всего в дистанционном обучении участвуют 237 школ, учителя которых используют онлайн-ресурсы, популярные социальные сети и мессенджеры. Все школы республики имеют техническую возможность передавать домашние задания, работать с ребятами посредством электронной почты, посредством сайтов, посредством сетевого города. Половина школ проводит онлайн-консультации учителя и ученика. 80% используют активно электронную почту. На сегодня наиболее используемыми образовательными платформами в республике является платформа учи.ру, российская электронная школа и Яндекс.Класс. По откликам и ребят, и педагогов, и родителей, очень нравится, когда все-таки идет урок. Причем этот урок не всегда ведет свой учитель, но ребята получили возможность познакомиться и с другими учителями. Нравится проходить тестирование, когда сразу видно и ответы на вопросы, и когда сразу выставляется оценка. То есть такой формат тоже очень нравится. Говоря о проблемах, проблему, которую называют, наверное, в первую очередь родители и педагоги. Поскольку на уровне начальной школы ребенок еще не настолько умеет работать самостоятельно, поэтому тот объем заданий, который выдается ребятам, он достаточно большой. Ведь надо учесть, что ребенку надо самостоятельно изучить тему, выполнить задания. То есть на сегодня мы сейчас с руководителями отделов образования, с директорами школ работаем над этим вопросом, для того, чтобы пересмотрели объем домашних заданий. Второе – система оценивания. На сегодня система оценивания должна быть, вероятно, не в такой степени жесткая или более адаптированная под современные условия. Добавлю, пока в планах министерства ввести дистанционное обучение детей до 30 апреля. Все изменения будут вноситься в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Продолжение следует...